человек есть имущество что мы хотим имущество чем больше тем лучше меньше хуже надо зарабатывать приобретать имущество думали мы об этом он говорит послушайте нужно задуматься снова человек который живет сам по себе нет у него никого кроме него самого ничего не интересует вопроса не стоит человек понимает что есть творец и он творение него есть цель и у него есть имущество предлагается нам задуматься об этом и сделать отчет перед самим собой в чем он должен задуматься о том каким образом она приобретена и на что она тратится тратит ли он его на исполнение своих обязанностей перед творцом и перед людьми как он это он обязан делать и пусть не считает его находящимся в своем безусловно распоряжении и знает что она у него словно вещь данная ему на ответственное хранение которое будет оставаться у него все время как этого желает творец а потом будет 1 на другом а когда он того пожелает человека делает усилие его согласно что ему положено он получает если мы бы задумались понимали о том что то что нам полагается мы получаем только нужно делать для приобретенного силу горит каким образом приобретено теперь наш это первое то есть что мы понимали о том что все что спускается к нам это не результат нашего усилия усилия которые мы делаем они только позволяют этим средствам быть полученным нами слышите какая колоссальная разница теперь это первое второе на что они тратится деньги есть давай теперь если есть деньги тратить если ли кто не любят рати хотят хранить 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 ну ли он за нам перед смертью хотя бы потрат хотя из которой это не делает но мы о них не говори люди хотят тратить основном теперь куда на что они тратят тратят ли они на и на он его на исполнение своих обязанностей перед творцом перед людьми как это обязан сделать то есть есть вещи которые мы мы не обязательно все свои деньги которые заработали сейчас все думают а да да значит труднадо сдака пожертвования туда-сюда и они это имеется ввиду имеется ввиду разумные разумны распределение своего своих доходов чтобы семье хватило жене хватило когда нужно для тому что и необходимо если подумать правильно как расставлять это поторе у нас под другой бюджет будет такое распределение бюджета будет не такое как как правило мы видим семьи поэтому нужно подумать как это необходимо сделать теперь и плюс снова понимать что нужно если человек зарабатывает и зарплата постоянно отделять десятину людям очень тяжело кстати говоря очень тяжело и чем больше зарплата тем больше десятина тем больше десятина и тяжелее вытащить из кармана выясняется что люди бедные с готовностью дают десятину а вот люди богаты которые заработал миллион я хочу видеть этого богача который такой знаете с легкостью от этого миллиона как в русский говорят отстегнет сколько 100 тысяч что 100 тысяч а потом спрашивают почему люди богаты которые дают так много вдруг они разорились а ну где правосудие всевышно смотрите сколько они давали когда пришли и было и было такое всего лишь сколько семь восемь лет когда было там apolit когда это было это пришли к рожденным с этим вопросом как может быть смотрите люди и щедрые которые давали там на пожертвования меценаты смотрите они разорились и как может быть на тору давали он не побоялся их спросить выдавали десятину точно 10 процентов и все глаза опустили стало все ясно больше больше вопросов не было то это надо знать что то что необходимо давать кто хочет больше кто может отдали сердце действительно всего сердце это не за счет своей семьи может даже больше дать до четверти но не больше ситуация когда одна женщина хотела пожертвовать все свое имущество и шиве рошу шивы не не взял хотя они были в страшной ночь где-то могло бы спасти их будет ни в коем случае потому что она в момент когда она все даст во первых она 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 нас будет сожалеть об этом это она потеряет свои заслуги в небесах за все это жалко это это первое во вторых это не так это не поторить нельзя это делать это отдельно дальше он говорит то и пусть не считает его находящимся в своем безусловном распоряжении знает что она у него словно вещь которая дана ему ответственно на хранение которое будет оставаться у него все время пока то вот желает варится потом будет отдана другим людям если он этого пожелает переслушайте что сейчас говорится если мы ухватились а за свое имущество за свои деньги мое все представьте что мне нужно дать десятину ну это еще какое-то ощущение знать сказать это хоть какая-то пища для своего высокомерия от еще готовы это дать да я даю да а если вдруг у него забирают слышите насильно или обдурили да да обдурили и забрали или по глупости потерял или еще что-либо произошло или разошел разы ну потерял имущество разорился ведь что происходит человеком знаете что люди делают есть которые прыгают с башни как было так сказать кончается бой там сходят с ума что только не происходит это не человек который живет жизни только кто живет жизни торы сколько они зарабатывает он знает что деньги есть отлично хорошо у меня какие-то слуги есть они не мои деньги деньги не мы они даются мне условного они даются мне на на как вещь которая которая в мою даются мне распоряжение на хранение ответственны только за них распорядиться ими правильно вот это самый лучший взгляд самый здоровый взгляд на деньги которые мы так любим и эти деньги он говорит будут остаться оставаться у него то время пока того желает творец а потом будет отдана другому когда он то пожалей что чувствует человека до его обдурили мошенники туда-сюда я знаю это сказать уговорили человека вложить в очень прибыльное дело прибыль до восьмидесяти процентов чуть ли не там сто процентов двести процентов да вы что показали ему картинки показали все 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 где счет надо только сюда перевести жена мы скоро будем миллионерами перевел то ждет день ну но сейчас должен быть отчет данным чуть нету второй день третий звонит он не отвечает что вообще через неделю сердце начала стал выяснять вообще не следов никого не вообще все исчезли все деньги пропали какое ощущение чай натвори и дальше пошло по видимому согласно культуры этого человека набор слов что он думает об этих людях о себе друге а вообще все черночур она не зубриста кошмар так может быть думать только человек и вести себя далекий атор человек который 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 живет по торе у него ущипнет сердце почему я царара работает он говорит что он скажет а что делать это я я я я ж еще не ангел действительно мне жаль во первых действительно о своей глупости что я попался в этот капкан о том что есть такие нечестные люди которые есть но по большому счету он не депрессии у него не начнется и это не сбьет его с толку вообще жаль что недостаточно говорил спасибо когда у меня это было отобрали но все отобрали разорился но сразу так разорился таки сказать это а почему то когда я был богатый я не ценил и достаточной степени все приписывал себе как только разразился сразу вспомнил бога а когда было помню вспоминал я я что я если он тебя разорил значит тебе который давал надо было говорить спасибо до того как теперь слушайте самое вы будете вот смотрите теперь что он говорит вот тут же мы забегая вперед оказывается вот прям эти слова автора сказано очень ясно надо их тут озвучить и когда хозяин имущества обдумает все это он не будет бояться ущерба который может быть причинен ему добру есть люди которые живут спасным страхом то ли отберут то ли то ли то ли что-то случится то ли развалится ли то ли что ли они боятся очень потерять все что они приобрели верно трудом своим все-все верно все-все-все боятся приклеивается спросить людей снова люди религиозные предположим да вы верите что есть грядущий мир и мир этот временный что-то к нему прилипать да конечно но и не хотим расставаться приклеены к нашему имуществу боимся ущербов боимся ущербов не дай бог даже что-то простое там окно разбили ли там что-то что-то там а я знаю краник не работает у кто живет жизнью торы не будет бояться ущерба который может быть причинен ему добру пока она остается у него он благодарит творца и восхваляет его за это а когда она уходит от него принимать от приговор с желанием и готовностью ахаха слышите желанию и готовность отобрали разбили окно но по-видимому долго чересчур время чересчур долго но было целое принципе на кого нормальное состояние окна разбитое почему потому что стекло такое знаете очень такое бьется быстро и легко поэтому тот факт что она так долго вообще не разбилась это тоже как-то спасибо надо сказать за всю за все человек должен говорить до того как спасибо когда у него это есть это не ценим на все что у нас есть в кармане все тоже моё это я это уже не ценится как только забрали нет нужно что делать до того как и говорит спасибо и всегда знает что это не моё а так как это не моё то я никогда не буду бояться ущерба который будет в нем причинен и не покажется ему трудным пользоваться своим имуществом тратить его на служение богу плословину творить добро посредством возвращать доверенно ему возмещать несправедливо отнятое слышите а как здорово это не моё сколько людей спрашивают им так тяжело дать я не говорю десятину 10 процентов это может быть сумма тяжело да да мне не хватает сдаку сколько дзека пожертвования у нас пол шекеля наша сейчас пол шекеля как бы минимум час как-то уже до 10 огород это не неприлично пол человек или сколько от вас хотят что я буду каждому давать кто протягивает да он наверняка богатый или он наверняка таскать обманщик то ли за сколько у нас нету сколько у нас есть оправдание тому чтобы ему не давать почему так чего давать мое мать мать и хочу самом деле по простому мое не хочу никому давать все я заработал это мое дело кому отдаю кому не даю него уйдите тут не мешайте между столько русского человека что это его ему очень тяжело дать что сделать усилия надо идти к преодолеть для того чтобы дать пол шекеля человеку который протянул руку вы же даете не для него мы уже много раз говорили митва пожертвования за такие она не для того кто принимает у него свои счета с богом призвано исправить нашу душу она призвана вытащить из нас это чувство вот обладание которое невозможно делать от ним поэтому если есть выбор между дать одному человеку тысячу рублей тысячу долларов не знаю или 1000 людям по одному доллару ну простите любого человека каждый скажет конечно же надо дать тысячу долларов одному человеку хотя бы одному будет пользу какая польза на какой Satan тысячам людей под одного доллара ответ который у нас есть как раз наоборот нужно дать тысяче людям по одному доллару почему это не связано с людьми связано с вами если человек сам даст раздаст этому 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 тысячу раз по одному доллару он станет щедрее добрее он преодолеет себе вот это жуткое качество моё вот это обладание своего эгоизма который это его к ему принадлежит ему не покажется трудным дать другим людям и не на служение то есть например там надо купить и трог ходят по всему рынку ищут самые подешевле именно там где нужно там не нужно подороже нет самое дешевое как только дошло как только пошел себе покупать носки босоножки я же не говорю про это вообще там подороже как только касается какой-то хэвцэй шамай то есть то что принадлежат небеса мне тут это